Да, вот такое теплое апрельское утро. Неделю назад здесь же Академия Зенита проводила свои матчи. И тогда на улице был такой очень небольшой плюс, переходящий в минус. Снег. Еще будут две игры. В ЮФЛ-2 и в ЮФЛ-1. Вернулся Игорь Шевченко. С ним все в порядке. Зенит атакует. Удар по воротам. Еще удар. И еще удар. И третья попытка приносит успех Зениту, казалось бы. Но преждевременно болельщики празднуют успех. Положение вне игры у Ярослава Кашевича. Вот тут же и помощник Деменчука, затем и сам главный арбитр Ченка Игуляев забили по мячу в той игре. И на 60-й минуте судьба встречи была решена. Угловой Ростова. И вот момент. Ростопчане открывает счет. Пока я все это рассказывал. Долго-долго готовился этот угловой. Арбитр там вносил корректировки по действиям игроков. Штрафной обращал их внимание на то, что надо быть более аккуратными. Но вот Арсений Мавко в результате мяч в ворота соперника занес. И Владимир Щепин пропустил первый гол в сегодняшней встрече. Вот так. Пойдет, пойдет, пойдет. Еще быстрее. Пойдет, пойдет. Еще быстрее. Быстрее. Озенит вновь забрал мяч. Расставляется, расставляется, думаешь. Внимание. Еще. Вот посмотрите. Редко, но метко. Мало того, что Ростов сейчас едва не... Но сейчас контратака Зенита. Быстро довольно петербуржцы пересекли центр поля. Гордей Сакирко сам вошел в штрафную. Сам пробил. Сам забрал подбор. Но мяч ему в руку попал. Вот сейчас обращает на это внимание главный арбитр. И поэтому атака 12 лет. Так что 15 минут осталось до конца первого тайма. И вот так Зенит едва не внес мяч в штрафную. Выскочил там на дальней штанге сейчас Гордей Сакирко. Причем даже... Это не вер... Подача в штрафную. Удар. Гол. Просто классика жанра. Не иначе, да? Согласитесь. 2-0. Зенит уступает. Ростов ведет здесь, в Санкт-Петербурге. И поздравления принимает сейчас с этим забитым мячом. Ростовчане со вторым. Все элементарно вроде бы. Но превратил специализированный класс футбольного клуба «Ротор». И там он учился в течение 5 лет. Внимание. Удар. Ой, какой красивый гол. И это, конечно, плод индивидуального мастерства. Андрей Прощелыкин, выход которого на поле вообще был под вопросом после этой травмы, которую он получил в первом тайме. Он сумел продолжить игру. И посмотрите, какой гол красивый сейчас Андрей. 2-1. Мяч отыграл. И тут же петербуржцы бросаются в атаку. Матвей Иванов едва не сравнивает Денит тут же счет в следующей же атаке. Посмотрите, пришлось работать сейчас вратарю Ростова. И вот на сей раз он свою команду спас. Но у Ростовчанам в этом плане второй гол забил Артем Вострадымов. Открыл счет. 16 лет. У него будет день рождения в июле месяце. Ростов в атаке. Кондратьев практически без сопротивления бьет. И продолжает отца атака. Сейчас ростовской командой очень опасный момент. Как дали пробиться зенитовской командой. Тоже постепенно Владимир с этими требованиями знакомит. Настрел в штрафную. Противотакт. Удар уже бросался в другой угол вратаре. Улетала. Первая минута встречи. И быстрый перехват у «Зенита», который позволяет моментально оказаться в штрафной. Входит туда петербуржцы. Продолжается эта атака. Надо бить. И 2-2. Конечно, мы здесь отмечаем в первую очередь действия Ярослава Кашевича. Он этот мяч для своей команды сохранил. Он отборолся до конца. Уже, казалось бы, потеряв этот мяч, Родион Сорочан забивает свой первый гол за новую команду. На 62-й минуте встречи. Статый номер «Зенита». Но бьет не он. И неплохо это. Да, остается только схватиться за голову. Сейчас такой шажок на пути к тому, чтобы обслуживать уже матчи элитных лиг. Матвей Иванов. «Зенита» в атаке. Передача пошла. И на концовку этой встречи его выпускают тренеры. И вот эпизод какой, а. Родион Сорочан. Продолжает прессинговать «Зенитовцы». Как высоко сейчас. И ближний угол удар. Отработал, во-первых, в этом эпизоде Сергей Сьянов до конца. Дальний удар. Вступает в игру «Вратарь». Отбивает. Неудачно, как перед собой. И ой-ой-ой. И только стоило мне сказать о том, что Ростов мечтает о ничьей. Как едва Ростов не вышел вперед. Кослова резервного арбитра сегодняшней встречи. Который вскоре покажет, сколько минут компенсировано. Дальний удар. Опять вступает в игру «Зенитовский вратарь». Владимир Щепин. Такое для него секундомер главный арбитр. И вот сейчас все-таки дает он сигнал об окончании этого матча. 2-2. И даже не знаю, кто больше разочарован таким результатом.